Ответ опрокинутому миру. Пастор Томас Шаллер. Наша тема на сегодня – смирение. Вот картина опрокинутой лодки. Так выглядит опрокинутая лодка. Кто-нибудь когда-нибудь ходил под парусом или ходил на лодке? Раз, два. А, вы сухопутные жители. Мы туда не ходим. Лодка сконструирована так, что если она опрокидывается, она должна возвратиться на свое место автоматически. Вес ее сбалансирован так, что при опрокидывании она возвращается в исходное положение. Я хочу использовать эту картину как иллюстрацию для нашей проповеди. У пастора Брайана Ланча есть сестра Дана. Она совершила одна крукоцветное путешествие на яхте. Эта яхта была сконструирована так, что если она перевернется во время шторма, она встанет на место. Она рассказывала, что ее яхта перевернулась два раза в Индийском океане, по пути в Австралию. Я использую эту картину вместе с книгой Притчей, 24 глава, 16 стих. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Такова наша тема на сегодня. Почему некоторые люди падают и никогда не поднимаются? Они продолжают в погибели. Почему, когда они падают, они погружаются в еще большие проблемы? Почему они становятся одинокими, огорченными, депрессивными? Почему они не могут встать на место, как эта яхта? Хороший вопрос. Много можно говорить на эту тему. Христос единственная причина нашего восстановления. Он Бог. Бог дает нам возможность встать на свое место. Все мы, рожденные свыше, приняли Его. Мы получили новое сердце, получили новый дух, новую природу. природа человека очень хитрая, умна, способна, находчива. Но когда человек падает, большой вопрос, восстановится ли он или нет. Он может пытаться, даже у него может получиться, но ненадолго. в конце концов, он падает и не может встать. У него нет ничего, кроме себя. И не важно, хорошее это или плохое. Когда мы рождены свыше, мы падаем, мы возвращаемся. А если падаем еще и еще раз, мы восстанавливаемся. Семь раз падает праведник, но возвращается. Семь раз мы падаем и возвращаемся. Мы никогда не упадем в погибель. Мы спотыкаемся и падаем, но всегда возвращаемся, потому что мы рождены от Христа. Помните, мир яростно шел против Христа, и они распяли Его. Что же произошло? Он воскрес. Он встал на свое место. Он вернулся, потому что Он Бог. Да, но я недостаточно силен. Не важно, сколько у вас силы. Все дело в нем. Да, но я не религиозный человек. Мы все не религиозные люди, но мы рождены от Него, и Он обитает в нас. В нас новое сердце. Это Его сердце. Иезекииля 36, 26. Спасибо, Иисус. Господь Иисус, Ты всемогущий Бог. Скажи слово сегодня, чтобы Твои служители были исцелены, Твои дети были исцелены. Пусть Твоя мудрость проясняет многие вещи. Твои слова помогают нам и утешают нас. Благослови эти мысли во имя Иисуса Христа. Аминь. Вчера я говорил с человеком, работающим в торговом центре. Он рассказывал мне, как люди приходят в торговый центр, берут вещи и просто уходят с ними. Охранников торгового центра проинструктировали не останавливать их. Возможно, это из-за страха конфронтации, из-за соображений безопасности и так далее. Мне пришла мысль о том, что в нашей стране царит беззаконие. Все верующие должны знать хорошо 2 Фессалоникийцам 2 главу, которая говорит о тайне беззакония. Тайна беззакония. Полиция позволяет преступникам оставаться ненаказанными. Полиция не арестовывает воров, что очень странно для меня. Беззаконие доминирует в обществе Соединенных Штатов. Есть также другая тайна касательно Израиля. Евреи читают Библию и не видят там Иисуса Христа. Мессию это слепота и это тайна. Матфея 23 Иисус 8 раз говорит книжникам и фарисеям «Горе вам, горе вам, горе вам». И пять раз говорит им, что они слепые. Эти слова говорят мне о многом. Мы ученики Библии. Мы изучаем человеческую природу и сердце человека. Лодка переворачивается и не может встать на место. У нее нет способности самой занять правильное положение. Она должна быть сконструирована так, чтобы вернуться в прежнюю позицию, если вдруг она перевернется от шторма в океане. Давайте посмотрим на эти две картины. Лодка, которая не может вернуться в правильное положение, это ветхое сердце человека, в котором есть дыра. Мы изучали это в библейском колледже на занятиях по библейской психологии. Грешнику не хватает Бога, праведности Бога, жизни Бога, мудрости Бога. В этом сердце у человека есть невероятная способность думать греховными мыслями, мыслями беззакония. Он думает ими постоянно. Подросток подростку не нужно долго обучаться лгать. Ему 16 лет и он лжет из-за того, что в нем греховная природа. Он обманывает учителя, он дурачит своих друзей и многих других. У него есть способность делать это, потому что его сердце лукаво. Иеремия 17,9. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Ну вот он и его друзья обучились как умело лгать. Это уже группа лжецов, которые терпимо относятся ко лжи и друг ко другу. Так происходит на многих уровнях, в семье, в браке. Мы знаем, что муж может обманывать свою жену или жена мужа. Мы не удивлены. Мы понимаем природу человека. Может ли человек быть моральным? Да, может. Но за его моральностью стоит точный расчет. Стоит план, гордость. Он думает, «Ммм, я могу выглядеть хорошим человеком, выглядеть лучше других, но в сердце его гордость». Недавно в Конгрессе было слушание по назначению судей в Верховный суд. Одному номинанту она была женщина, задали вопрос, «А что такое женщина?» И она не смогла ответить на этот вопрос. Почему? Потому что это политика тождественности нашего мира, которая говорит неправильные вещи для разрушения большого количества людей, играющихся в игры. Да, вот эта огромная группа людей играется в игры. Игры в бизнесе, где люди обманывают друг друга, крадут и вводят в заблуждение. Игры в политике, даже игры в церкви, где вводят людей в заблуждение. Невероятно. Этот мир перевернутая лодка. Этот мир пал в погибель. Притча 24, 16, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Один из группы, один из этой группы лжет и крадет, а другие говорят ему, «А, ничего, мы делаем то же самое, но пусть он не делает это в отношении меня. Если я поймаю его на лжи, тогда я тоже буду лгать ему». Откуда все это? Библия говорит, что это ветхая греховная природа, природа человека. Вся проблема в нас. Мы живем в таком мире. Римлянам 3-4 «Бог верен, а всякий человек лжив», как написано. «Меня не было бы в церкви, если бы не то, о чем я буду говорить сейчас». Мы были возрождены свыше, рождены от Бога. Бог дал нам новое сердце, новый дух. Бог дал нам новую жизнь. Мы с вами были мертвы в наших грехах». Ефесянам 2-1. Давайте мы посмотрим на это место Писания. Ефесянам 2-я глава. Он очень важен для нас сегодня. Вы скажете, «Пастор, вы слишком жесткий в отношении этого подростка. Ему всего лишь 16 лет. Вы что, шутите? Ему скоро будет 17, затем 35, а потом 85. Все это о человеке и о проблеме внутри нас». Ефесянам 2-1. «И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». Вы перевернутая лодка. Вы никогда бы не исправились. Вы скажете, «Да, но я моральный человек». «Да, я понимаю, но рождены ли вы свыше?» «Нет, но я хороший человек, я не обманываю людей». Вы уверены, что на ложе своем вы не разрабатываете плана, чтобы обмануть кого-то? Вы уверены, что вы никого не ненавидите? Вы можете постоянно жить моральной жизнью? Не думаю. Вам нужно родиться свыше. Второй стих, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого. Слово «обычай» — это орбита, тропа, путь. Эта группа людей терпима ко всему. Она терпима ко греху, терпима к дьяволу, терпима к этому миру, терпима ко лжеям. И Иисус назвал их вертепом разбойников. Он сказал, что дом мой сделали вертепом разбойников. И Анна 10, 8, Иисус говорит, «Все, сколько их не приходило передо Мною суть вора и разбойники». И четвертый стих, и когда выведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Человек говорит, «Я гомосексуалист. У тебя есть терпимость ко мне?» Знаете, мы цивилизованное общество. Мы любим прелюбодеев, гомосексуалистов, воров, лжецов. Любим ли мы их? Да. Но имеем ли мы общение с ними? Принимаем ли мы такой путь жизни? Нет. Это перевернутая лодка, настоящая лодка, должна горнуться на свое место. Для этого нужно новое сердце. Я не принимаю такой путь жизни. Я не хочу, чтобы мои дети жили так. Я не хочу, чтобы среди моих друзей были такие люди. Я говорю вам сегодня, терпимость это неподходящее слово для всего этого. Люди терпят ложь и принимают ее, потому что это обычаи этого мира. Они говорят, все делают это, а вы что говорите? Нет, я не делаю этого. Я не принимаю этого. Я скажу вам, почему. Я не делаю этого. Ах, ты не принимаешь этого? Нет, я не принимаю этого. Этот мир скрижищет на нас зубами, из-за того, что мы не играем в его игры. Лжецы живут с другими лжецами. они принимают друг друга и говорят, это приемлемо. А если кто-то говорит, Иисус Христос есть истина, тогда это неприемлемо для этого мира. Знаете, я люблю вас, я могу послужить вам, я могу рассказать вам, молиться за вас, но я не лжец. Я точно знаю, что такое женщина и что такое мужчина. или кто такая женщина и кто такой мужчина. Я знаю, что такое мальчик и девочка. Если вы не знаете это, вы лжец. Люди совершают преступления и все вокруг говорят, да, мы все делаем это. Это новая жизнь. А если нас поймают, мы будем истошно кричать и требовать. Именно так мы одержим победу. Иисус сказал, Иоанна 8, 3, 4, Истинно истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Не важно, кто вы, не важно, сколько у вас денег, вы просто перевернутая лодка. Это не важно для меня и не важно для Бога. Если вы перевернутая лодка и не можете встать в правильную позицию, не важно, сколько у денег. Не важно, насколько вы известны, не важно, звезда ли вы НБА или известный политик, важно только одно, свободны ли вы от греха. Второй стих Ефесянам 2, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя господствующего в воздухе, это сатана, духа, действующего ныне в сынах противления. Это не единичные случаи, но сама жизнь человека, он сын противления. Это серьезная характеристика природы человека. Третий стих. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Подросток, которого я взял в пример очень хитер, он догадлив, он улыбается вам в лицо, он лежит на постели и разрабатывает план, как он убедит людей во лжи. Так он живет. Его окружают его друзья. Он убеждает их согласиться с ним. И это уже целая группа лжецов. Жили ли вы так же? Были ли вы способны так поступать? Можете ли вы делать так сейчас в вашей греховной природе? Способны ли вы красть, обманывать? вводить людей в заблуждение? Способны ли вы красть и вести людей в заблуждение? Кто бы это ни был, брат, сестра, отец, мать, муж или жена? Невероятно. Третий стих. Исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. У человека все было хорошо, но вот его лодка перевернулась и не может встать на свое место. Четвертый стих. Но Бог богат и милостью. Но Бог, но Бог. да? Да, Бог. Что же мне нужно делать? Мне нужно просто принять это. Моя жизнь ничтожна. Я устал. Я одинок. Я потерял друзей. Мои родители не верят мне. У меня нет настоящей жизни. Я попросту не знаю другой жизни. У меня нет мудрости, нет ответа, нет жизни, нет решения, нет праведности, нет церкви, нет настоящих друзей, нет свежести, нет жизни, нет радости и покоя. Для чего же пришел Христос? Он пришел для нас. Разве Он не дал нам новое сердце, в котором нет дыры? Это новое сердце. Из Ики или 36-26. Сердце Христа. Бог говорит, и дам вам новое сердце, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, дам вам сердце плотяное. Иеремия 31-33. И вот завет, который я заключу, с домом Израиле, он после тех дней говорит, Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Мы можем объединить все законы, написанные в нашем сердце, в одно слово, любовь. Господь говорит, я дам вам сердце любви. Вы будете любить Бога, будете любить своего ближнего, будете любить жизнь, у вас будет жизненная энергия, будет сила, будет честь. Я возложу на вас честь и величие. Я поднимаю вашу голову, Псалом 4-й. Я исцелю вашу душу, вознесу вас на скалу, для вас недосягаемо. Вы будете жить невероятной жизнью. Что это будет за жизнь? Это будет жизнь Христа в вас. У вас будет ум Христа. И вот я лежу на моей постели и замышляю зло. Я воображаю, как я обманываю людей, смеюсь над ними и выхожу сухим из воды. У меня есть друзья, но мы все такие же. Но вот я уже не таков. Я больше не делаю этого, потому что в моем сердце есть любовь. Христос пришел и дал нам новое сердце и обновил наш ум. Что же мы думаем сейчас? Давайте откроем книги у Евангелия от Иоанна, 13 главу. И закончим 4 стих, Ефесянам 2. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, стих 5, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом благодатью и спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Иоанна 13, 1. Господи, благослови эти мысли. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. В своем сердце Иисус возлюбил своих учеников до конца. Как? До конца. Он возлюбил их до конца своей жизни на земле, до конца своего служения. Возлюбил до конца. Откуда такое сердце? Откуда такая энергия? Это сердце не сжимается, но расширяется и способно достигать людей. Оно говорит с Фомой, с Петром, откуда у него такая способность. Он берет полотенце и умывает их ноги. Умывая их ноги, Он показывает им что-то. Он говорит, это моя последняя ночь с вами на земле, и я служу вам. Я люблю вас. Я не могу остановиться. Я не думаю о том, чтобы обмануть вас, вести вас в заблуждение. Я думаю о вас, о том, как я люблю вас, как я прощу вас, как я буду служить вам. Такова природа Бога. Второй стих. И во время вечерей, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову и Скориоту предать его, как близок был дьявол к Иисусу. Ученики Иисуса возбежали с ним за столом. Рядом с Иисусом был Иоанн. А где же был Иуда? Я не знаю точно, но знаю, что он был рядом и сидел за этим столом. Насколько близко может быть дьявол к Богу и к его работе? Очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Дьявол вошел в Иуду, и я уверен, что дьявол был очень доволен. что находится так близко к Иисусу. Возможно, он думал, ты мой, я распнут тебя. Как близко может подойти зло к любви? Как близко может зло подойти к вашему дому, к церкви? Как близко может зло подойти к вам? Очень близко. Знаете, ничего нету зла? Хммм, когда зло переворачивается, как лодка, оно не может встать на место. Нечестивый впадет в погибель, он не сможет встать. А знаете, что Бог дает нам? Вы переворачиваете, а он встает на свое место. Вы переворачиваете его, а он в вас встает на свое место. Истина не сможет упасть. Они убили Христа, но он вернулся. Мир лжет об Иисусе, но это никоим образом не влияет на Иисуса. Зло может дышать на Иисуса, чтобы поглотить его, но оно не сможет победить истину, победить любовь, победить Бога. Мы с вами такие же, как Он. Иисус говорит, я умываю ваши ноги. Вы позже поймете, что я делаю. Вы вспомните, что значит иметь новое сердце. Вы будете любить друг друга, прощать друг друга. Вы будете участвовать в моей работе, участвовать в жизни моей церкви. Знаете, мир говорит отвратительные вещи о церкви. Он может говорить все, что угодно, потому что природа мира такова. Мы в наших сердцах были призваны быть церкви не для того, чтобы разрушить ее, но чтобы назидать, чтобы омывать ноги, заботиться, потому что любовь заботится. Третий стих. Очень хороший стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Первое. Все отдано в руки Иисуса. Что это значит? Все. Это значит, Евреям 1.3 говорит, что Иисус наследник всего, наследник Вселенной. Все отдано в руки Иисуса. Он Царь Царей, Господь Господствующих. Ему принадлежит вся Вселенная. Все в Его руках. Спасение, праведность, святость, прощение, искупление, усыновление. Мы все невесты Христа. Бог дал нас Христом. У Него вся власть на небе и на земле. Христос знал, что Отец дал Ему наивысшую позицию. Он еще не дошел до креста, но уже знал, что дал Ему Отец. Он знал, что Отец воскресит Его на третий день и вознесет Его и посадит Одесною себя. Третий стих. Прочтем дальше. И что Он от Бога исшел. Второе. Он пришел от Бога. А откуда вы пришли? Откуда вы пришли? Вы пришли от Бога? Вы скажете, я пришел от моего отца и матери. Эволюционист скажет, я пришел от обезьяны, я эволюционировал. Изучающий космос скажет, я пришел от инопланетян. А вы знаете, откуда вы? Хороший вопрос. Мы были рождены свыше. Мы пришли от Бога. Бог знал нас еще до сотворения мира. Он избрал нас в Своем Сыне еще до сотворения мира. Мы пришли от Бога. И третье. Третий стих и к Богу отходят. И Иисус идет к Богу. Эти три истины дают вам невероятное чувство самоуважения и тождественности. Откуда вы? Я из Нью-Йорка, но также я был рожден свыше, и я пришел от Бога. Куда ты идешь? Я иду на кладбище Балтимора, но в один день я буду там, но также я иду к Богу. Мы идем к Богу. Иисус знал все это. И что он сделал? Четвертый стих. Встал с вечерия, снял с себя верхнюю одежду и взяв полотенце припоясался. Позднее Петр написал в своем послании о припоясании смирением. И возможно он вспоминал именно эту историю, когда писал об этом. И Иисус снял себя одежду, припоясался полотенцем и стал умывать ноги ученикам. Кто же умывал ноги? Ничтожный человек? Нет. Тот, в руке которого все. Кто пришел от Бога и к Богу идет. У него есть сила любить, энергия служить. У него есть мудрость. Он не лжет, он не слеп, но понимает все. Он смиренный служитель. Мы с вами такие же, как Он. Такова основная мысль этой проповеди. Вы из-за того, что вы родились свыше способны возвратиться на место, если перевернетесь. Семь раз вы можете перевернуться, и семь раз вы встанете на место. Знаете, я занимаюсь серфингом, и когда я падаю в воду, и доска переворачивается, я ставлю ее на место. Неважно, как вам больно, не позволяйте греховной природе изобретать что-то. Еще раз, не позволяйте греховной природе изобретать что-то, красть у вас и унижать вас. Не позволяйте ей говорить, потому что она будет всегда говорить, что она что-то потеряла, и что кто-то приносит ей боль в жизни. Мы говорим, у нас все есть, мы рождены свыше, мы верим во Христа, мы знаем, кто мы, откуда пришли и куда идем. Зная это, мы омываем ноги другим. Это место силы, место духовной тождественности, где мы знаем, кто мы в нем, и мы способны. Славе предшествует смирение, Даниил имел славу перед людьми. Иосиф был вторым после фараона. Бог облекает своих детей славой и честью на виду у их врагов. Он заставляет нечестивых сказать «Истина, Бог с вами». Мне нравится это. Люди, которые как перевернутые лобки смотрят на вас и спрашивают «Откуда у вас сила продолжать?» Мы говорим «Вам нужно родиться свыше». Христос восстановит вас, будет говорить с вами, любить вас. Он простит вас, поможет вам и поведет вас. «Это новое сердце». Это новое сердце. природа Бога его любви. У нас есть привилегия жить его жизнью, иметь его славу и честь. Он венчает нас милостью и щедротами. Он дает нам слово мудрости, дает нам долготерпения. «Вы не падаете окончательно, но всегда встаете на место, вы восстановлены. Вам оказана помощь. Наш мир нуждается в таких людях, как вы и я. Мы не можем сдаться, потому что жизнь с Христом слишком хороша. Нет ничего веселого в грехе, во лжи. Нет ничего интересного находиться среди лжецов. Но находясь среди праведных, когда посреди нас Бог, дающий нам любовь, мы можем служить другим людям посланием жизни. Они могут сказать, я был в церкви и ничего мне не помогло. Принял ли ты Христа, рожден ли ты от Бога? Ну, я всегда был хорошим человеком, и Бог со мной. Нет, это не так. Тебе нужен Христос, Он не подведет тебя. Я есть на пути истины и жизнь, говорит Сын Божий. Тебе нужен Сын Божий в твоем сердце. Тебе нужно, чтобы Дух Святой обучал тебя и вел тебя. Тебе нужно общение с живым Богом, Святым Богом, Который меняет твои мысли, влияет на твою жизнь и мотивирует тебя быть праведным чадом Божьим по Его благодати. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Вы сегодня здесь. Примите Христа в вашу жизнь. Христос ответ на все. В мире нет доброго послания, кроме Евангелия благодати от Бога. Вы не сможете измениться. Только живой Христос может изменить меня. Вас может изменить только живой Христос. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, оживотворился Христом и воскресился с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. С новым духом, с новой мотивацией. Господи, благослови Твоих людей. Примите Иисуса Христа в вашу жизнь. И скажите в вашем сердце, Господь Иисус, я верю в Тебя, спаси меня. Аминь. Иисусе